Кто и как охотится за вашими банковскими картами? Украсть деньги из банковской карточки сложнее, чем вытащить из кошелька. Тем не менее, мошенники осваивают новые технологии и научились подбирать ключи даже к банковским картам. Какая информация о вашей карте нужна злоумышленникам? Злоумышленникам нужны реквизиты вашей карты, номер карты, имя и фамилия владельца, срок действия карты, код проверки подлинности карты, это три цифры на обратной стороне, и пин-код. Также код из СМС для подтверждений платежей и переводов на тех сайтах, где платежи нужно подтверждать с помощью такого кода. Представьте, что вы находитесь в магазине или кафе. Сценарий первый. Вы платите обычной банковской картой. Злоумышленником может оказаться работник сферы торговли и услуг. Официант, кассир или продавец, принимая для расчета вашу банковскую карту, может сфотографировать нужные данные, номер карты, срок действия, имя владельца и код на обратной стороне, а после расплатиться ей в интернете. Как это предотвратить? Рассчитываясь, постарайтесь не упускать из вида свою карту и вводите пин-код так, чтобы он не был виден посторонним. Сценарий второй. Вы платите через терминал, но оплата не проходит. В кафе официант приносит вам терминал, вы расплачиваетесь, но тут официант говорит, что оплата не прошла и просит повторно ввести пин-код. Делая это, вы рискуете заплатить дважды. Как это предотвратить? Подключите СМС-уведомление о платежах. Обязательно попросите чек с уведомлением о сбое или отказе от операции. Терминал всегда печатает такой чек. Сценарий третий. Вы платите картой с системой бесконтактной оплаты. Картами с системой бесконтактной оплаты можно расплачиваться мгновенно, в одно касание, если ваш платеж не превышает определенный лимит. Пин-код при этом вводить не нужно. Злоумышленники могут похитить деньги с такой карты, прислонив считыватель или терминал к сумке. Как это предотвратить? Чтобы бесконтактная оплата не проходила без вашего ведома, карту лучше хранить в экранирующем отсеке, кошелька, сумке или в специальном чехле для банковских карт. А теперь представьте, что вы находитесь у банкомата, собираясь снять или внести на карту наличное. Самый распространенный способ кражи реквизитов карты – номер, имя и фамилия владельца, срок действия, при ее использовании в банкомате – установка на банкомат скиммера. Это специальное устройство, которое копирует данные с магнитной полосы карты. Могут украсть и пин-код, установив на банкомат скрытую камеру или накладную клавиатуру. Поддельную клавиатуру ставят прямо поверх оригинальной, и сам банкомат реагирует на нажатие как обычно, вы даже не заметите, что что-то идет не так. Злоумышленники, используя украденные данные, могут изготовить копию вашей карты. Как это предотвратить? Скиммер способен украсть информацию только с магнитной полосы, но не со специального чипа. Проверьте банкомат, нет ли на нем посторонних устройств. Клавиатура не должна отличаться по фактуре, а тем более шататься. Когда вводите пин-код, всегда прикрывайте клавиатуру свободно рукой, чтобы никто не подсмотрел. Старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков. Их чаще проверяют и лучше охраняют. Лучше всего, если на банкомате есть так называемые крылья для клавиатуры. На них невозможно поставить накладную клавиатуру, а также сложнее подсмотреть ваш пин-код. А теперь рассмотрим сценарии, которые могут произойти где угодно. Тревожное СМС-сообщение или звонок от родственника. С незнакомого номера вам пишет или звонит якобы родственник и говорит, что попал в беду, и ему срочно нужны деньги, но времени объяснять ситуацию у него нет. В таких сообщениях часто манипулируют срочностью ситуации и присылают их в крайне неудобное время, например, ночью. Как это предотвратить? Не спешите переводить деньги, попытайтесь выяснить детали. Обычно долгие разговоры не входят в планы злоумышленников. Если выяснить ничего толком не удалось, перезвоните родственнику, от имени которого обращаются, чтобы убедиться, он ли вам звонит или пишет. С незнакомого номера приходит СМС-сообщение о том, что ваша карта заблокирована. В СМС указан номер, по которому нужно позвонить для уточнения деталей. Позвонив, вы попадаете в фальшивую службу безопасности банка, где вас будут убеждать сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести некие операции. Выполнив указания злоумышленников, вы откроете им доступ к карте, и они украдут ваши деньги. Как это предотвратить? Не перезванивайте. Сначала выясните, действительно ли звонили из вашего банка. Настоящие банки обычно присылают уведомления с одного и того же номера. Кроме того, на вашей карте указан телефонный номер для связи с банком. Позвоните по нему и уточните, заблокирована ли карта. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения банка. Звонок якобы из госучреждения. Вам звонят люди и представляются сотрудниками Банка России, прокуратуры, суда, Министерства здравоохранения, Министерства финансов и других учреждений. Они сообщают, например, о положенном возмещении ущерба от действий мошенников, о компенсации закупленные медицинские товары или услуги экстрасенсов. Если для получения обещанной компенсации якобы сотрудник попросит вас что-то оплатить, подоходный налог, налог на прибыль, банковский сбор, обязательную страховку, госпошлину, комиссию за перевод денег, а тем более попросит предоставить паспортные данные или банковские реквизиты, это телефонный мошенник. Как это предотвратить? Не следуйте таким указаниям и ничего не оплачивайте. Не предоставляйте личную информацию. У настоящих сотрудников она уже есть. Вам пришло письмо или уведомление? Вы получаете по почте уведомление на бланке с реквизитами Банка России. В нем сказано, что суд постановил выплатить вам компенсацию. Для этого нужно связаться с контактным лицом и как можно скорее, иначе компенсация перейдет в пользу государства. Так злоумышленники подталкивают вас действовать. Как это предотвратить? Не спешите связываться с контактным лицом, указанным в письме. Сначала проверьте данные. Позвоните по номеру телефона для обращений, указанному на официальном сайте Банка России, cbr.ru. Если письмо оказалось фальшивым, обратитесь с жалобой в правоохранительные органы. Помните, Банк России присылает СМС и e-mail только в ответ на ваше обращение через интернет-приемную. СМС-сообщения от регулятора поступают с короткого номера 3434. Электронные письма с адреса noaddress.cbr.ru. Любые сообщения с других номеров, особенно требующие введения пин-кода, подтверждения операции, предоставления личных данных и других сведений, следует расценивать как попытку мошенничества. Вот несколько советов, которые помогут вам защититься от мошенников. Подключите мобильный банк, чтобы отследить операции, которые вы не совершали. Так вы сможете оперативно отреагировать на действия мошенников, а время в этом случае очень важно. Не храните крупные суммы денег на карте, которую вы носите с собой и используете для повседневных трат. Если вы планируете использовать карту не только в России, обязательно сообщите об этом сотрудникам банка. Расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников. Именно они чаще всего становятся мишенью злоумышленников. Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством? Если с вашей банковской карты вдруг списали деньги, как можно скорее позвоните в банк, номер есть на обороте карты, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету. Напишите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении. Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней, если операция была международной, в течение 60 дней. Получив ваши заявления, банк проведет служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопасности и обратились в банк не позднее следующего дня, после того, как он уведомил вас о незаконной операции, то можете рассчитывать на возмещение. Однако, если вы сами сообщили злоумышленникам пин-код или код из СМС, необходимый для подтверждения платежей и переводов, к сожалению, банк не вернет вам денег. Продолжение следует...